Ежедневно на дороге Полевского городского округа выходит 13 сотрудников взвода ДПС отделения госавтоинспекции. Всего же численность подразделений составляет 58 человек. Согласно анализу аварийности, за 10 месяцев этого года на территории нашего округа произошло порядка 1650 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в прошлом году их было на 22 больше. Но несмотря на снижение, сотрудникам госавтоинспекции некогда расслабляться. Все чаще в авариях погибают люди. Что касается прошедшего периода, 10 месяцев 2012 года, это порядка 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло и 154 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Это рост по всем показателям, по количеству пострадавших, непосредственно по количеству дорожно-транспортных происшествий. Мы имеем здесь небольшой, но все-таки рост. Не может не беспокоить и тот факт, что зачастую участниками дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Так, в этом году в 18 ДТП пострадали 20 детей. Среди основных причин аварийности на дорогах сотрудники госавтоинспекции называют несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречи на движение и несоблюдение очередности проезда. Ну и, конечно, участились случаи дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В общем количестве их 58. В этом направлении, говорит Андрей Василенко, сотрудники госавтоинспекции работают с особым пристрастием. Рейды вечерние, рейды утренние. Что касается утренних рейдов, это автодороги Екатеринбург-Полевской, либо северная часть, южная часть. 100% остановка транспорта и проверка водителей всех 100% на приборе алкотектор. Будем говорить, так есть, нет запаха, определить состояние пьянения водителей или не состояние пьянения. Если уж состояние пьянения, то это уже оформляется соответствующий материал. По словам Андрея Василенко, с начала этого года в отношении пьяных водителей уже составлено 250 административных протоколов. Кстати, в свете последних событий эта тема наиболее актуальна. Требования к сотрудникам ДПС тоже ужесточились. Если инспектору позволено сейчас закрыть глаза на более мелкие нарушения, в пределах 100 рублей штрафа, которые никак не повлияют на безопасность дорожного движения. Требования ужесточились в плане чего? Это в плане выявления грубых нарушений ПДД, непосредственно выявлять, выявлять и пресекать нарушения подобных. На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано около 25 тысяч автомобилей. Естественно, что городские дороги не рассчитаны на такое число транспорта, и иногда в городе случаются заторы, вследствие которых зачастую и происходят дорожно-транспортные происшествия. Ксения Балденкова, Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города.